Саудовская Аравия готова быть посредником между Украиной и РФ, глава МИД. Саудовская Аравия готова прилагать посреднические усилия с целью достижения мирного урегулирования войны России против Украины, об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фаисал бин Фархан Аль-Сауд, сообщает РБК Украина со ссылкой на 78-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он призвал в очередной раз к прекращению войны в Украине и ограничению ее негативных последствий для безопасности и стабильности во всем мире, королевство подчеркивает необходимость прилагать все возможные усилия для прекращения этого кризиса и разрешения споров мирным путем, уважении к принципам международного права и стремлении к сохранению безопасности и интересов всех, сказал глава МИД Саудовской Аравии. Он указал, что правительство Саудовской Аравии в рамках поддержки направленных на установление мира международных усилий, предоставило свои услуги для освобождения пленных разных национальностей, а также пригласило Украину принять участие в саммите Лиги Арабских Государств в Джидде. В начале августа прошлого года королевство принимало встречу советников по вопросам национальной безопасности и представителей более 40 стран и международных организаций. И королевство подтверждает свою готовность продолжать прикладывать посреднические усилия между двумя сторонами кризиса, сказал принц Файсал бин Фархан Аль Сауд. Украинская формула мира и саммит в Джидде, 5 и 6 августа в Саудовской Аравии прошел двухдневный саммит, главной темой которого стала украинская формула мира. Эту формулу уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия, страны Балтии. А также к обсуждению реализации украинской формулы мира уже присоединились 63 страны на уровне послов. На встречу в Джидде были приглашены представители более 40 стран, включая Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику и Китай. Подробно о том, как саммит в Джидде стал переломным моментом в консолидации мирового сообщества вокруг Украины, читайте в материале РБК «Украина», срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм.